То есть началось какое-то демоническое воздействие на меня. Я прям, вот Библия говорит, пришли семь злейших. Никогда у тебя больше не будет детей, семьи, жены, работы, друзей. Никогда. Из носа, из переносицы вот так вот торчала кость. Лицо было такое симпатично большое, руки разбитые. Не, ну если ему помогли, мне это точно помогут. Я же пришел к людям за помощью. Я говорю, давай говори, что надо делать. Он говорит, молиться надо. Я говорю, давай, я его оттащил в сторону. Говорю, давай молиться будем. Меня зовут Станислав Болдышев. Сам я из города Новокузнецка. Ныне живу и служу в церкви воскресшего Христа Спасителя города Каннска. Хочу поделиться о том пути, которым провел меня Господь. С детства я был хорошим мальчишкой. Хорошо учился. Господь просто не, вот абсолютно не пожалел для меня даров. Я очень рано начал тогда еще немножко сочинять стихи, потом писать уже более серьезно. Соответственно, в 11 лет я взял в руки гитару, и мои стихи стали чаще превращаться в песни. Также играл в различных театральных постановках, в КВНах. И сам писал какие-то сценарии, какие-то миниатюры. То есть занимался такой театральной деятельностью, занимался спортом, очень серьезно и оборолся. Занимался дзюдо. И даже, скажем так, мне пророчили очень хорошее будущее спортивное. Ну и, соответственно, несмотря на все это, на все мои успехи, было время, начало 80-х. Я любил подраться, любил куда-то. То есть, несмотря на то, что я хорошо учился, я имел не очень хорошее поведение. И даже однажды меня чуть не исключили из школы, только за то, что я не сильно хорошо себя вел. Ну, далее я вырос, пошел служить в армию, участвовал в боевых действиях. И потом, когда пришел из армии, как раз было самое-самое начало 90-х. Это было весной 90-го года. Соответственно, тогда все бывшие спортсмены стали такими, своего рода, джентльменами удачи. Появились барахолки, появились кооператоры, начали появляться первые-первые, сейчас их называют бизнесмены. Тогда это еще, скажем так, бывшие спекулянты переквалифицировались в каких-то дельцов. Кто-то в производственников, кто-то просто купи-продай. Ну, а для нас, бывших спортсменов и людей, которые не очень дружили с законом, это было просто такое, как нам казалось, золотое время, время добывания денег. Ну, а соответственно, когда ты живешь неправильно, рано или поздно, обязательно у тебя начинаются, появляются нелады с законом. И чаще всего, если остаешься, ну, в то время, если оставался жив, то, соответственно, чаще всего попадал в места не столь отдаленные. Эта участь не обошла меня стороной. И я имел такие факты в своей жизни знакомства с уголовным миром изнутри. После освобождения, когда я пришел домой, у меня началась в принципе нормальная жизнь. Я женился, у меня было двое детей, мы с женой вели бизнес, у нас было агентство праздников и представлений в Новокузнецке, мы имели очень хорошую репутацию, то есть у нас очень хорошо раскрученное агентство было и занимались этим бизнесом очень успешно. нас даже знали за пределами города, за пределами области и часто пользовались нашими услугами. Но вот эта жизнь, жена моя была профессиональной певичкой, я тоже и пел, и играл, и писал, и все на свете, ну и так же мы совместно вели различные мероприятия, банкеты, свадьбы, постоянно общались в этих творческих кругах и общение в творческих кругах, оно как бы не ведет нас к добропорядочной жизни. Обязательно туда приходят либо алкоголь, либо наркотики, иногда и то, и другое, ну и все остальные тяжкие, в том числе разврат различной степени тяжести, блуд, измены и так далее. И вот в этом котле мы варились с женой и соответственно с нами все это видели, жили наши дети, сын и дочь. И однажды просто-напросто после очередного конфликта на почве измены я хлопнул дверью и ушел из дома. Сначала в таких случаях мы идем к друзьям. У нас у всех были хорошие друзья. Идешь к хорошим друзьям. Но у хорошего друга ты долго не задержишься, потому что у него семья, у него жена, и даже в первый вечер, если они оба рады, только второму вечеру уже тебе дают понять, что ты здесь лишний. И хорошие друзья у меня закончились через месяц. И соответственно я пошел туда, где меня не выгонят. Это друзья, которые не сильно хорошо устроились в жизни. Это блатхаты варочные всевозможные и так далее. И я находился в Новокузнецке, на Запсибе. Вот именно в такой варочной жил. Сам не кололся, но находился вот в этой грязи. Меня как-то притягивала эта грязь. непонятно каким образом. Постоянно вот тянуло именно окунуться в грязь. Я уже не жил дома около года. И вот потом со мной произошли три чуда. Это первые чудеса, которые я реально понял, что это чудеса. Раньше Бог относился ко мне благосклонно и очень часто помогал выходить из каких-то ситуаций. Но я это считал везением, я это считал вот пронесло и так далее. То есть я не оценивал это как чудеса. А здесь Бог показал явное чудо. Явные три чуда. Я так и называю этот период. Период знакомства с Богом это три чуда. Я стоял на остановке. Трамвайная остановка Климосенко в городе Новокузнецке на Запсибе. очень оживленный перекресток. Я туда выходил уже в течение месяцев восьми каждый день раз по шесть для того, чтобы кого-то встретить, где-то как-то навести какое-то движение. Жил там недалеко в этой самой варочной. И вот стоял я на этой остановке в очень неприглядном виде. из носа из переносицы вот так вот торчала кость. Лицо было такое симпатично большое, руки разбиты до самых костяшек. За плечами ввоз гордости, всех убью, один останусь. И вдруг пришла мысль. Одна мысль, которая просто меня чуть не уронила на землю. Мысль простая. А вот это твоя жизнь. И другой у тебя уже не будет. И слово такое. Никогда. Никогда у тебя больше не будет детей, семьи, жены, работы, друзей, никогда. И вот я стою под этой мыслью со всей своей гордостью. И вдруг поднимаю глаза через дорогу. Висит баннер. Здоровый баннер. Рекламный. Ярко синего цвета аж глаза режет. И на нем красными буквами два слова. Выход есть. Я чуть не упал от неожиданности. Я никогда не видел этот баннер. Я выходил каждый день на этот перекресток по нескольку раз в день. Как узнал этот баннер висел уже три года. Но я его не видел. А внизу белыми цифрами был написан номер телефона. И вот это было первое чудо. Второе чудо произошло тут же. Это было начало 2000-х годов. тогда на каждом углу были пункты приема телефонов. Тогда телефоны вообще из рук не выпускали. Потому что их не искала полиция. Тогда не находили их по компьютеру. Их вообще не искали. А сдать их было куда. Я здесь в таком виде симпатичном подхожу к одному человеку на остановке. Он стоит с телефоном. Я к нему подхожу и говорю дай позвонить. И он мне дал позвонить. И вот тут я уже понял что вот это второе чудо. Он не должен был мне дать позвонить. Мне никто в таком состоянии в таком виде не должен был просто даже в руки дать телефон. Но он дал мне позвонить. Я позвонил. На следующий день я был в центре реабилитации. я приехал. Это было за городом. Бывшая школа одного из поселков за городом Новокузнецком. Подойдя к этой школе, там была такая ограда из металлических прутьев, и все было видно. Я увидел большое оживление. тогда вообще в центрах реабилитации было очень много людей, очень много молодежи. Наркоманы шли прям чуть ли не ровным строем. И Господь тогда спасал очень многих. Но я еще не знал, что это такое. Я просто увидел, что много народа ходит. Увидел двух ребят, гуляющих по территории в камуфляжной форме. Это меня насторожило, потому что я тогда вообще к форме относился не очень положительно. Но думаю, раз приехал, надо заходить. Подошел к калитке, и один из этих ребят спросил меня, что вы хотели. ему сказал, что я звонил вчера, мне сказали приехать. Он говорит, да, пройдите пожалуйста туда в помещение. вас там встретят. Я зашел и был просто шокирован. Мне все были рады. Просто. Там было столько народу, у меня глаза разбегались. Молодые, постарше, но в основном молодые, очень много было молодежи. И все мне рады. И все просто рассыпают, слава богу, пришел. Как хорошо, Иисус тебя любит. Я на тот момент думаю, они что тут все с ума посходили. А еще передача как раз вышла, вот это слава богу, ты пришел. Они все, слава богу, ты пришел. Я думаю, они надо мной реально смеются. И вообще смотрю, какие-то ненормальные люди. Я начал потихоньку пятиться к выходу. Думаю, так, мимо этих двух камуфляжах я пробьюсь до остановки. А там люди нормальные. Видимо, заметили, что я как-то немного ретируюсь к выходу. И говорят, подожди, подожди, сейчас придет старший. Он тебя запишет. Я думаю, вот оно. Вот случилось. Сейчас меня еще куда-то и запишут. И тут вышел старший. И это было третьим чудом. Я знал его с детства. Никогда не знал его фамилию. Огород. Слава, Огород. У него на тот момент уже было 19 отсиженных. И в принципе он наверное лет с 12 начал колоться. Он был старше меня на 3 года. И мы постоянно его видели в таком состоянии. то есть это еще в начале 80-х он начал употреблять. Где-то кого-то упросил. Видимо ему дали попробовать. Тогда наркотики не ходили так как начали в 90-х. но он уже на тот момент имел эту зависимость. Соответственно в 14 лет он начал сидеть и все время освободиться. Смотрим вот ага огород во дворе сидит под наркотиком. Смотришь пропал огород делан. Опять сидит но уже в тюрьме. И последние 3 года мы его потеряли. просто точно все знали что он не сидел а во дворе его тоже нигде не было. Ну и на вопрос а где огород мы все отвечали да кто его знает сдох наверное потому что другого слова даже для его образа жизни не находилось на тот момент. И вдруг я смотрю выходит этот старший огород такой реально огород цветущий здоровенький подкачанный хорошо одетый я думаю ну как так ему помогли не ну если ему помогли мне это точно помогут я же пришел к людям за помощью мне мне люди ответили по телефону он меня увидел говорит Стас привет я говорю Слава здоров я говорю расскажи как тебе помогли он говорит да не люди помогают я говорю а кто он говорит бог помогает знаете вот на тот момент когда я его увидел если бы он мне сказал вот тополь на улице помогает я бы ему поверил я бы к этому тополю пошел он говорит бог помогает я говорю давай говори что надо делать молиться надо я говорю давай я его оттащил в сторону говорю давай молиться будем он начал молиться я тоже что-то начал лопотать что еще надо делать библию читать я говорю дай мне библию он пошел принес мне библию вот вы знаете вот это третье чудо за два дня вот эти три чудо это были для меня просто перебор я тогда сделал свой выбор я увидел реальный результат изменения человека причем такого человека на котором ну лично я точно уже несколько раз ни один крест поставил я сделал выбор что мне по пути с таким богом который может сделать такое чудо но знаете в ближайшее время оказалось что выбор сделать мало мы много раз своей жизни делаем выборы определенный определенный выбор совершаем но не всегда мы следуем предмету нашего выбора и у меня получилось что бог очень сильно начал со мной работать прочитав молитву покаяния я буквально за ночь преобразился утром проснувшись я я был рожден свыше я я сразу написал четыре песни богу причем такие зрелые хорошие я до сих пор пою и никто не не может сказать что это песни вот человека который только-только познакомился с богом это зрелые хорошие взрослые песни я пережил бога я так вдохновился но у меня была одна проблема у меня не было физической зависимости если я где-то употреблял за компанию наркотики то это я так раз в полгода за компанию это мне никогда не нравилось правда меня до такой степени вот было гнетущее состояние под под наркотиками я однажды просто перестал даже перестал легкие вот это траву курить вообще от наркотиков отказался алкоголь он тоже не держал меня вот именно как держит алкоголика то есть я с удовольствием мог пойти в хороший в хороший такой загул недельный двухнедельный по кабакам интересный а потом просто переставал пить и не пил полгода год и ничто меня не держало и даже курить я просто переставал курить и меня не тянуло и вот знаете вот это сыграло злую шутку когда наркоман приходит богу у него единственный богу единственная просьба господь помоги мне пережить ломку помоги мне избавиться от этой зависимости и когда господь это делает когда наркоман проходит период ломки легко и когда он понимает что ему не нужно больше употреблять наркотик для него это очень ценно а я вот эту ценность физическую физического освобождения не пережил на тот момент а бога пережил я сделав выбор ушел из центра ушел из центра с твердым намерением что нужно восстановить семью что нужно восстановить семью нужно вместе с семьей ходить в церковь и все будет хорошо я пришел в семью и сначала действительно все было хорошо неделю но через неделю все рассыпалось в щепки и я вот тогда я действительно начал дуреть я начал пить все что горит и все что пахнет и и до таких страшных то есть началось какое-то демоническое воздействие на меня я прям библия говорит пришли семь злейших я не знаю сколько там злейших пришло но просто-напросто я упал до такой степени низко но вот здесь я вдруг четко понял что произошло я вышел не на своей остановке я вышел не на своей остановке когда мы выходим не на своей остановке а это бывает с каждым человеком хоть раз но было автобус он не ждет нас он закрывает дверь и уезжает но когда мы стоим на остановке на городской мы точно знаем что через 10-15 минут но придет следующий автобус пусть даже раз в сутки но будет следующий автобус раз неделю но будет следующий автобус а здесь вот этот автобус который на котором было написано спасение и за рулем которого сидел сам иисус я вышел не на своей остановке и этот автобус также закрыл дверь и уехал и я сразу понял что другого автобуса не будет я побежал за этим автобусом я его догнал и сейчас я в нем еду в этом автобусе и я точно знаю чего мне не хватило тогда когда я сделал выбор потому что в этот раз когда я вернулся в этот автобус я знаю очень много людей которые не вернулись не и смогли догнать этот автобус но я догнал слава богу я еду в этом автобусе и я точно знаю я принял решение моя остановка конечная свой выбор я подкрепил своим решением я поеду до конечной остановки сейчас я служу в церкви сейчас я вернул себе своих детей я воспитал двух замечательных детей один я служу в церкви воскресшего христа спасителя города канцка занимаюсь театральным служением творческим служением занимаюсь музыкальной евангелизации ставлю спектакли мюзиклы пишу сам сценарии и делаю постановки я пишу песни и езжу по разным объединениям разным церквям в разные города просто в дыка где-то устраивают авторские вечера и я даю хорошие концерты выступления служения я проповедую в церквях подкрепляю свои проповеди своими песнями я вижу людей которые которых это касается и каждому из них я всегда говорю что наша остановка конечная если ты сел в этот автобус не выходи можешь не догнать я благословляю всех кто увидит услышит это свидетельство благословляю именем иисуса христа который однажды воскресил меня там на остановке клемасенко в заводском районе города новокузнецка я умирал а он воскресил меня и дал мне новую жизнь благословляю каждого получить эту новую жизнь сделать выбор поехать в этом автобусе и принять решение о том что наша остановка конечно никто из вас мне не поверит вы мне не поверите ребята но еще совсем не так давно бога я вообще не знал когда-то иисуса видел лишь в кино я не ведал благодати божьей гнал меня по жизни гнев и страсть было для меня всего дороже лишь то что я имел в своих руках я грешил направо и налево пусть не часто но по многу пил джон и я хотел лишь королеву сам же впрочем королем не был тюрьмы лагеря мне были дома обижал родных и близких всех я не видал жизни по другому потерял семью друзей успех я наверно сдох и не захотел я завтра снова утонуть в грехах и в пустоте и не захотел я завтра снова утонуть в грехах и пустоте я шагнул навстречу к богу к свету я покаялся и был прощен я понял что на свете нету милости и бога только он изменил мою судьбу изменил мою судьбу и сердце это он открыл дорогу мне нас лишь распахнул спасение дверцы грех мой оставляя в стороне это он единственный на свете сделал для меня один с гордостью вчера сказали дети это папа наш он божий сын мир всем друзья меня зовут сергей енчев мы уже скоро как 15 лет я занимаюсь служением восстановление людей попавших сложной ситуации зависимости от наркотиков и алкоголя мы сегодня обращаемся к тебе дорогой друг если ты в беде если может быть ты уже хотел бы вырваться и ничего не получается может быть ты уже испробовал ни один метод ни одна попытка была и уже отчаялся и руки опускаются я просто говорю тебе я был таким же попроси бога о помощи обратись к нему сейчас в молитве обратись к нему о помощи скажи иисус прости меня первый скажи иисус прости меня второй скажи иисус помоги мне возьми меня сам выведи меня из этой беды и проблемы я знаю ты бог ты можешь это сделать скажи иисус он рядом он любит тебя он точно хочет тебе помочь я знаю это вот поэтому сегодня наши центра наше общежитие по всей стране работают для таких людей как ты и я ты можешь позвонить под видео есть ссылка позвони номер телефона доступен круглосуточно операторы принимают звонки многоканальной линии для того чтобы ты мог позвонить позвони скажи свою проблему расскажи свою беду мы ждем твоего звонка и вместе с нами у тебя получится я верю что иисус поможет каждому кто позвонит и кто обратиться к нему за помощью не не опускай рук не сдавайся иисус рядом он зовет тебя да благословит тебя бог он любит тебя и я верю что у бога для тебя есть план иисус рядом есть план июбий 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 июбий